Яны крыху саромятся, бо николи не были в центре уваги такой колькости людей. Тембольш, кажут, что ничего геройского у их деяних нема, просто выполнили свою работу. Гэты выпадок долго обмерковали в Добрушском районе. 29 вересня 26-ти годовый Добрушанин накеровался в лес, але заблудился и опынулся в болоте. У полной темры, я хоть знайшлива, дала за свода Сергей Орлов и моторист рулявый Игорь Горал. Ночью уже было ничего не видно. И по голосу так перекрыкивались, ну и поняли, где он. Вытащили его из болота по грудь. Был в болоте, в холодной воде. Пошел за ним в болото и вытащил его. Привезли на спасательную станцию, напоили чаем. Сегодня на вортовальных станциях пораунально тихо. Купальный сезон завершился и надзвычайных ситуаций стало значительно меньше. Основные намагания работников областных подразделений у освода накерованы на профилактичную работу у навучальных установах. Хоть контроль за водоемами ведется у любым разе, но урештся есть рыбаки, які могут поводить себе незусим адекватно. А так само аматоры катания на лодках у нецвярозым стане. Урештся вортовальники повинны быть у стане готовности за усёды. И не только непосредственно на прационном месте. Водолаз Мазырской вортовальной станции Михаил Глушко узнагороджены нагрудным знаком освода за заслуги. За смелые, расшучие, профессийные деяния на пожары. У свой вольный час он выротовал двух человек. Убачив, что горит суседний дом и одразу принял решение. Зашёл веранду, встретил мужчину, помог ему выйти. Своё слово узнал, что там ещё женщина. Со стороны спальни разбил окно Кувалды. Было большое задымление, то есть стена дыма заполз туда в здание. На крики стал её звать к себе. Она ко мне подползла, вытащил её за руки и бросил вместе с собой в окно. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадиокампания «Гомель».